Чувак, зрители, это Гагатун, и у меня для вас быстрое объявление, такой апдейт. Дело в том, что некоторые из роликов, которые были на основном канале, на лайв-канале, они будут перезалиты здесь. Но они будут не просто перезалиты, они будут полностью удалены там и залиты здесь. Поэтому, ну, потому что права на тот канал всё ещё принадлежат Xdigital, и так как они не идут на уступки, мне придётся удалить их там полностью. И перезаливать. В общем, это будет сделано по нескольким причинам, которые я перечислю, чтобы вот если будут какие-то вопросы, вы увидите какие-то вопросы у тех роликов, связанные с чем-то из этого, то просто дайте ссылку им на это видео. Первое, из-за чего я, собственно, это делаю, потому что у меня уже сейчас 110 тысяч подписчиков, что довольно немало. Это больше, чем два раза больше подписчиков, чем есть в данный момент на тех каналах. И я понимаю, что как бы публика выросла, ну, то есть публики стало больше, не все знают какие-то отсылки про канистру, не все знают про какие-то шутки. И поэтому, чтобы как бы дать понятие, про что я порой вообще говорю, к чему я вообще ссылаюсь, я хочу выложить эти ролики здесь. Во-вторых, на том канале есть некоторые ролики, которые уже сейчас просто не повторишь. Я сейчас говорю про такие ролики, как «Как всем надо есть», потому что меня часто просят сделать «Как всем надо есть» и прочее. Но, собственно, даже уже на том канале, когда я выкладывал «Как всем надо есть», он уже изжил себя в плане того, что я не могу, я не могу надоедать людям, если они знают, кто я такой. И, не знаю, мне нужно вставить какие-то смену голоса ужасную, чтобы меня, наверное, не узнавали. Да, и вообще о Call of Duty, конечно, сейчас уже больше не играю, просто чтобы это сделать. Потому что, по-моему, Call of Duty тоже уже как-то в прошлом, то есть больше всего в Battlefield, а в Battlefield нету восьчата. Поэтому, да, то есть «Как всем надо есть», это проект, который фактически уже нельзя повторить, ну, для меня лично. И поэтому я хочу, чтобы какой-то части всё-таки я потратил время, и чтобы все, кто не знакомы с этой серией, узнали про неё здесь. Но при этом говорю, что продолжения у неё не будет никакого, потому что я просто не могу его сделать, потому что меня узнают. И я про это уже говорил сотню раз, и я не знаю, почему мне продолжают задавать эти вопросы. Ещё что, часто спрашивают про игровые вечера, игровые вечера я тоже перезалью на этот канал. И одна из вещей, почему сейчас нет игровых вечеров здесь, потому что все игровые вечера сейчас заменяют юбилейные ролики. То есть ролики 200-ое видео, 300-ое видео. И я планирую дальше, чтобы эти ролики заменяли игровой вечер. Конечно, это не игровой вечер, но он очень близок. То есть по формату, то, что я сейчас выкладываю, фактически всё, что я записываю, я это выкладываю. И поэтому получается, что весь этот материал, он переходит в такую вот нарезку. В то время как игровой вечер, обычно это была куча материала, который я не смог всунуть в какие-либо другие ролики. То есть это был материал, который мне было слишком жалко удалять, и при этом я не мог его никак использовать. И из этого, собственно, из этой идеи, того материала на удаление в каком-то плане, и родились игровые вечера. Вот самый первый игровой вечер, когда я записывал кучу всяких разных игр, я не знал, зачем я это сделал. И я решил сделать из этого какую-то нарезку. Собственно, фактически так и началось то, что я делаю в каком-то плане. То есть, конечно, началось ещё гораздо раньше, но какие-то такие попытки именно найти какой-то стиль для себя начались с игровых вечеров. Про что ещё, про что ещё бы мне сказать? А, и там будут ещё ролики какие-то вроде Дружеского огня первого, и я знаю, что, наверное, у некоторых возникнут вопросы, куда делся Силин, куда делся Феллини. И по этому поводу я могу сказать, что я с ними уже давно поссорился, то есть их не будет никогда уже больше. Из-за чего, собственно, так получилось? Ну, потому что уже к лету, собственно, к лету прошлого года, ну, Феллини, Силин, там, кто ещё там был, там куча народу, на самом деле, которые почему-то в обиде на меня, хотя в обиде должен быть я, стали относиться ко мне абсолютно наплевательски, пытаться меня как-то ткнуть палкой, и в итоге мне это просто надоело, на самом деле. Мне всё это дерьмо просто надоело, и я всех их послал далеко и подальше. Из-за этого они, собственно, обиделись, хотя, говорю, у них на это причин никаких абсолютно не было, но обиделись и стали постить мои фотографии в Твиттере и ещё где-то. Собственно, это то, из-за чего я стал записывать себя после этого на камеру. Поэтому, да, то есть я больше не намерен с ними никогда общаться, но, тем не менее, я считаю, что ролики, которые были, вот, и «Дружественный огонь», они всё-таки заслуживают внимания. Я... Многие вечера уходили на то, чтобы их смонтировать, и поэтому я считаю... Я до сих пор посмотрел их вчера, например, посмеялся на них, поэтому учтите, что эти ролики будут перезалиты на этот канал, и поэтому, чтобы не было лишних вопросов, я поэтому записал это видео. Надеюсь, что я всё понятно рассказал. Я, наверное, сейчас запишу ещё какой-нибудь телекокатунизм или инфу 100%. А здесь пока что на этом всё. Если вам понравилось это видео, конечно, ставьте лайки и прочее, но, в принципе, это не особо нужно. Лучше посмотрите ролики, которые я буду, если что, перезаливать, выкладывать, и надеюсь, что я многое разъяснил, если у вас какие-то были вопросы. На этом всё. Субтитры сделал DimaTorzok